Безусловно, это война зависти. Это война неудавшегося народа с удавшимся. Это борьба нации, которая ощущает собственную неполноценность, рабство, борьба за свободу. То есть у раба есть два пути. Это стать свободным, освободиться из колониального гнета, убить своих гонителей и так далее. А второе, смириться с тем, что это раб, и найти себе раба, чтобы чувствовать себя в каком-то смысле хозяином. Вот сейчас русский народ, который не понимает, что они не могут ни произвести нормальные машины, ничего нормально построить, ничего изобрести. Они понимают, что у них есть только грубая сила, страх, хамство и преимущество этого хулигана, преимущество первого удара ножом или китка и так далее. Вот они понимают свои преимущества, очень сомнительные с точки зрения морали, но для выживания, да. Они чувствуют себя приниженными, нереализованными. Любая власть об них вытирает ноги. Они всегда боятся и они видят рядом с собой смелых украинцев. Ну, естественно, желание раба, который не сможет сорвать свои оковы, это посадить на оковы кого-то, да. И вот они начинают придумывать украинцам вину какую-то, придумывать им какую-то неполноценность, придумывать им, что они там какие-то братья младшие, что языка у них нет, а того у них нет, и того у них нет. Это, знаете, как дети в детском саду, один хвастается с родителями и так далее. Ну, вот, и говорят, у меня папа такой, у меня дома там сервант, у меня вот это, вот это. Вот так они себя ведут, как абсолютно оставшаяся, не выросшая моральная нация, зафиксировавшаяся на уровне жестоких детей, вот, и, как бы, вот все оттуда. Поэтому ничего нам нового граждане Кацапа не сообщат про себя. Вот, и у них вот эта мотивация зависти, она вообще ключевая, в принципе, в их восприятии мира, то есть быть как кто-то, да, допрыгнуть до кого-то. Вот, например, как бы, ну, наилучше, наверное, иллюстрирует Рейха его фюрер, потому что фюрер это продукт Рейха, это продукт вот этих вот прихожан Рейха, продукт этих русских, что в переводе ариец, как они считают, да. Это же даже не нет нас, вот, а именно состояние души всех вокруг, души это глагол повелительного наклонения, вот, они, значит, они испытывают комплексы постоянные. И вот один из комплексов у них, вот фюрер выступает и говорит, вот Петр Первый там воевал, я воевал там и так далее, 21 год, он возвращал какие-то земли какие-то и так далее. Что мы слышим в итоге? Мы видим, я всю эту всю риторику опущу и не хочу об этом даже говорить, это все смешно, это риторика вообще из, с одной стороны, из детского сада, вот, это моя песочница, с другой стороны, из дремучих какого-то средневековья, когда делили там земли и так далее. Чистая психология. Я никогда, как бы, не про рост, и у Путина рост достаточно средний, он не коротышка там какой-то, да, и вообще это глупо говорить про рост, да, он, Мустафа Джамилев, очень невысокий человек, вот, но это глыба огромная. Я говорю про, я говорю про рост психологический, да, и про психологические самоощущения, да, и вот вырос, вырос мальчик Путин в небогатом питерском дворе, вот, прямо скажем, в семье, в которой было тяжело жить. Я его биографию там всерьез не изучал, но у нас одна журналистка в МК еще к какому-то году ездила, там, попыталась писать статью к его юбилею, сколько ему, 65 был там, не знаю, ну, до войны еще. И она вернулась, значит, говоря главному редактору, ну, что, я теперь все знаю про Путина, но вы ничего этого не опубликуете, потому что она не нашла ничего хорошего, никаких хороших отзывов о нем ни в школе, ни во дворе, там, ни в институте, нигде. Все говорили, либо молчали, либо говорили негативные вещи, но никто из них не разрешал называть свое имя, процитировать, да, вот. Ну, и все, как бы, вот, поэтому даже и публиковать это совершенно ничего там не вышло, да. И вот это несчастное питерское детство, трудное, наверное, и район трудный, и, наверное, и семья трудная, не знаю, не сужу, у всех свои семьи, это семейные дела такие, да. Вот, и, а потом-то ничего не оправдывает в итоге, да, как там и рос Гитлер, не рос, никакого значения не имеет, как он был художник. Вот, никто не знает, где этот триггер срабатывает, да, и вот он едет в итоге, попадает в ГДР, да. А ГДР, это, ну, для тогдашнего советского человека, это прям заграница из-за границ, ну, Германия, да. И вот этот трепет перед немцами, у немцев есть трепет перед русскими, у них как-то взаимно, это 69 какое-то, да. И, естественно, у немцев какой-то свой трепет перед русскими, они завидуют их беспределу, наверное, вот это их разухабельность, естественно, да, чего они не могут позволить, чего не могут позволить у себя. А русские завидуют их типа порядку там, немецкому, всему такому прочему, но, в общем, у русских огромный комплекс перед немцами. И вот он попадает, тем более из этой псевдо-европы Петербурга, он попадает в настоящую Европу, да, ну, пусть даже восточную Германию, но все равно, да. И вот, значит, он видит, как идут с завода рабочие, как его коллеги там какие-нибудь из штази, да, или откуда-то, какие бы там ни были, но все-таки немцы, да, они идут, и как они сидят в этих гаштетах, как они разговаривают, как они выпивают из этих мерных рюмок, да, как они, там, я не знаю, у них там 40 колбас в магазине, даже в ГДР было, да, видов, у них там чистые татуарчики, да, у них не орут, как оглашенные в кабаках. Он видит, он видит, и он вдруг подумает, вот у него рождается мысль, как у русского, да, у любого, просто это как символ квинтэссенции нации, у него рождается мысль о неполноценности своего народа, да, о неполноценности среды, где он вырос, да, он вырос в жопе, да, в жопе под названием Россия. Ну, что можно, жопу, конечно, трудно переделать в, там, в, я не знаю, во что там, в, даже не могу тут сказать, да, в розарии, да, но поэтому можно назвать жопу розарием просто, да, и пытаться всем объяснить, что жопа это и есть розарий, с самыми прекрасными ароматами там, и все это замечательно, да, вот, и вот он, потом командировка, да, и не исключено, что в этот момент где-то там, и все они, эти немцы, все они такие воспитанные, и Ангела, знакомые, видимо, где-то рядом, да, вот они, какие-то дружеские тусовки с коллегами из Штази, с убийцами, да, и все это как-то, как-то вот так по-аушвицевски культурно все, да, все друг другу чинно, благородно, и вот он мечтает о таком порядке, Путин, да, он благогревеет перед Германией, приезжает в Россию, а там звездный звездец, и он понимает, что в какой-то момент, работая там бандитским куратором, там, не куратором, переговорщиком, кем он там решал и был, вообще не имеет значения, это питерцам лучше знать, вот у Невзорова спросите, он знает точно, кем там был Путин, он понимает, что это дикие абсолютно люди вокруг, несмотря на то, особенно в этой культурной столице, где вообще-то наибольший был всегда расизм, убийство темнокожих и вообще любых не таких, ужасные дворы засраны, он понимает, что фасад только европейский, он понимает, что Петр прорубил окно в Европу, но это окно из сортира с дыркой, да, и что все это, весь этот евро-ремонт, он исключительно наносной, он смотрит вокруг, он смотрит Путин этот вот на все, на все эти вещи, он понимает, что ничего тут не переделаешь, и он приходит к выводу, к которому когда-то пришла, я думаю, Екатерина II, которая тоже, которая приехала, но она вообще из Германии приехала, да, она вот смотрит на все это, и она приехала там, я не говорю там, что у Путин были какие-то мысли, там, равные, там, французской революции, там, или чему-то еще, вот, но, там, Екатерина, она имитировала просвещенность, переписывалась с Вольтером, там, про свободу какую-то, там, что-то там выло-ныло где-то, там, что-то писала, да, и Путин, кстати, по первости, это просто никто не помнит, он очень был проевропейский, европейский союз, и Россия неотъемлемая часть, и Петербург, и будем отменять визы, и войдем в НАТО, а потом он просто на каком-то определенном этапе, чтобы понял, что с этим говном никуда он не войдет, конечно, и со всеми этими своими связями, а жить хочется хорошо здесь и сейчас, это еще, как бы, один принцип пробал, он не планирует далеко ничего позитивного, а просто выживает в среде, ну, и среда, 90-е, все друг друга убивают, надо выжить, надо победить, надо убить больше, ну, вот и все, он в определенный момент как объективно понимает, что с таким материалом общественным, да, можно сделать только одно, организовать внешние войны, к такому же выводу, я думаю, пришел и Петр I после путешествий в Европу, то есть тут вот коннотация четкая, да, он себя с одной стороны сравнивает с этим царем, который уже занял место в истории, пусть преувеличенная, искаженная, раздутая русская история, это, ну, какое-то место занял, да, в этом пантеоне, хотя он сам был по конченой мразью, конечно, я не буду просто об этом, про Петра I отдельно можно записать, и тоже не исторический, а психологический портрет, и вот он поступает точно так же, как и Петр I, и как Катерина, которая на самом деле является, я думаю, настоящим кумиром, но просто в наших тюремных кругах, как перед бабой, не положено, так сказать, вот, да, расшаркиваться, вот, у нас тут альфа-самсы, вот, и он, значит, понимает, что ничего, ну, и приходит к единственному выводу, к которому приходят все русские правители, независимо от их изначальных качеств, каких-то или установок там, или происхождений, он понимает, что эти люди годятся только для утилизации, для утилизации внутри страны, для утилизации желательно вовне, да, чтобы они убивали где-то там, и это как выпуск пара, вот этой агрессии людоедской, вот этого кастового отношения к другим, он, и они отправляют, как Катерина этого Суворова отправляла, просто сдавала людей в аренду бушное мясо, в утиле, за деньги, и этот самый Путин понимает, что, в принципе, он ведет себя, в принципе, так же, да, вот, с нюансами там какими-то, но по большому счету Путин, это, конечно же, русофоб номер один, это, безусловно, человек, который презирает, ну, тех, кто считает себя русскими, до каждой, до дрожи в кончиках пальцев, да, он, ему абсолютно их не жалко, понятно, что украинству и вообще никому не жалко, да, но, как бы, еще сравнивая с Гитлером, Гитлеру было хотя бы на каких-то этапах немцев жалко, да, ну, то есть не то, что жалко, он себя ассоциировал с немцами, я глубоко убежден, что Путин себя с русскими, с россиянами не ассоциирует, что он как фараон, или как вот эти фараоны Птолемеи, да, вот они, они же не египтяне, там, и фараон вообще не считался никаким египтянином, это, это, это под солнцем, да, а вы все муравьи, вот эти самые, ничтожество и так далее, то есть отношение к русским, я думаю, у него наихудшее, вот вообще, они просто этого не понимают, никогда не поймут, потому что раб никогда не поймет, что он раб, во-первых, ну, настоящий раб такой, природный такой, потомственный, да, и свинья не знает, что она свинья никогда, да, вот, и вот эти все комплексы, это глубокая вторичность перед всеми, она компенсируется только силой, только вот я ничего не умею, вот во дворе я не умею ничего, не знаю, лучше всех играть на пианино, хоть Путин, помните, там тыкал, что-то там тыкал, тоже видно неудачно, как неудачный художник Гитлер, да, но более удачный художник, как художник, а это вообще что-то тыкает, там, какую-то мурку моешь, там, да, вот тут не вышло, там не вышло, здесь не вышло, там не срослось, да, ну, что он, что делает, а давайте я всем вам морду набью, да, ну, вот, и своим они же дерутся все время, да, друг с другом, это у них способ коммуникации такой, ну, как у собак обнюхивать, так у русских подраться, а потом обняться, там, значит, ну, если кто кого не убил сразу, вот, вот и вся эстетика, да, вот оно все-все от этого, и поэтому, ну, как сказать, для меня все очевидно, это вот такие вот огромные комплексы, которых нет просто физически у других народов, которые не были столько лет в рабстве, которые не были столько лет расходным материалом для войн, ну, то есть, говоря, грубо говоря, они не были натасканными на людей, там, не знаю, там, какими-то псами, которые просто рвать людей должны, и все, больше ничего нет у них функций, созидательных никаких функций, рви, бери, беги, сел, украл, выпил в тюрьму, вот, украл, выпил в тюрьму, в принципе, это то, что надо было нарисовать вот на гербе, если бы эта страна, я-то против того, что она вообще существовала, потому что представляет угрозу мира, но вот если представить, что она угрозу мира не представляет, то вот это вот украл, выпил в тюрьму, это отличный лозунг.